Все смотрят в одно окно и видят разное. Образное выражение, которое использовал глава Саргута в ходе пресс-конференции, объясняет, как работает личное инспектирование с коллегами из департаментов и подведомственных структур городских пространств. Напомню, свою деятельность на посту городоначальника Максим Слепов летом начал с пеших рейдов по городу. Это, по словам мэра, позволяет решать некоторые из выявленных проблем точно, быстро и комплексно. Встреча с журналистами в кабинете руководителя муниципалитета длилась немногим больше часа. За это время глава Саргута ответил на десятки вопросов. Среди интересующего было, например, что находится у Максима Слепова в комнате отдыха. Вешалка для пиджака и икона, ответил городоначальник. Поделился с представителями СМИ глава итогами рейдов по городским пространствам, ходом работ по озеленению муниципалитета, планами по совершенствованию транспортной системы. О других направлениях по развитию экономической столицы Югры расскажет Карина Алексанян. Встречу с журналистами по итогам первых ста дней работы на посту мэра провел Максим Слепов. Аналогичные собирали его предшественники, например, Вадим Шувалов, Дмитрий Попов. И в целом это национальная норма городоначальников. От представителей СМИ прозвучало немало вопросов, касающихся разных направлений. Стало известно, что вместе с обновившимся принципом озеленения города теперь высаживается больше хвойных растений. Пихты, например, посадили на площади Советов. И если саженцы приживутся, то есть вероятность, что на территории у городской администрации появится живая новогодняя красавица, которую станут украшать к Новому году. Интересовало журналистов, как городоначальнику удается договариваться с предпринимателями. Экономической столице Югры помогают становиться лучшие меценаты. Где-то спортивную площадку построить или парковку обновить, внутриквартальный проезд или помещение в школе отремонтировать. Так в этом году бизнес передал муниципалитету около ста камер с функцией распознавания лиц. Их установят у социальных объектов и на дорогах. Чтобы не получилось это каким-то бахвальством, ну и раньше такие механизмы использовались. Бизнес сам заинтересован сегодня в том, чтобы город развивался, потому что это в том числе условия для ведения бизнеса. Я встречался в том числе и с девелоперами, и с застройщиками, со многими. Они очень активны и быстро реагируют на какие-то идеи, которые у нас возникают. Плюс ремонт, о котором мы с вами говорили. Были такие случаи, когда человек говорит, а я хотел помочь городу, просто никто не говорил где. Условно говоря, никто не спрашивал, где нужно помочь. Помогли меценаты и с благоустройством автостоянки рядом с домом-музеем Фармана Салманова. Туда же, рассказал Максим Слепов, отдали ограждения, которые ранее стояли на улицах города, но не несли необходимого функционала. Визуальный шум городоначальник отметил сразу во время летних обходов со своими коллегами. Теперь, по словам главы города, он инспектирует улицы самостоятельно и ежедневно. В том числе посещаю территории, там, где еще не успел зайти, и проверяю те территории, на которых мы были, и где мне должны были, обещали, например, управления компанией, исправить ситуацию. Поэтому я продолжаю эту работу ежедневно, сам лично. Теперь уже без администрации, теперь я уже, безусловно, посещаю сам. А сотрудники администрации работают немножко в другом формате сейчас. Сейчас работают те же квартальные, мы их заново перезапустили, они сейчас работают на территориях. Еженедельно мы получаем отчет, формируем новый пул задач, который нам уже квартальные набрасывают. Максим Слепов привел пример на улице Аэрофлотской, где во время очередного объезда городоначальник увидел на мостовом сооружении граффити. Обидно за город, подчеркнул глава Сургута. Незаконное творчество, конечно, поручил смыть. Подавались напору воды невнятные надписи неохотно. Решили закрасить. То же самое касается расклейки объявлений. К слову, из местного бюджета тратится миллион рублей на снятие такой рекламы с несанкционированных мест. Мы сейчас также поменяли формат работы. Мы сейчас, безусловно, будем работать и привлекать за вандализм, в том числе этих нарушителей, которые расклеивают свою рекламу коммерческую, ведут незаконную предпринимательскую деятельность. Но мы вынуждены будем принимать не меры, потому что, ну, ребят, надо, вот еще раз говорю, это наш город, брать его и заклеивать такой непотребности, ну, не очень правильно. И очень большие ресурсы на это тратятся, если честно. Поэтому хочется сэкономить. Если не будет эта работа, мы эти сэкономленные средства направим на озеленение, еще на что-то. От журналиста ОМЕДИА прозвучал вопрос на острую тему, которая волнует тысячи горожан. Речь о транспортной реформе. Что планируется в этом направлении принимать вами? Может быть, какие-то новые механизмы, чтобы все-таки людей, ну, большую часть, тех, кто сейчас недоволен, все-таки как-то... Удовлетворить? Удовлетворить? Давайте так, наверное, вернемся к прежней ситуации. 20 лет не проводилось, не пересматривались маршруты до 23-го года. Эту работу, безусловно, учитывая интенсивный рост города, увеличение количества дорог, увеличение количества жилых комплексов, безусловно, эту работу необходимо проводить, и мы будем это продолжать делать. Транспортная реформа, подчеркнул Максим Слепов, это намного шире, чем просто замена подвижного состава. Но автопарк общественного транспорта Сургута может пополниться на 120 единиц. Напомним, что в этом году уже было приобретено 40 новых автобусов, 30 из которых взяты в лизинг, а оставшиеся 10 в собственности с Попата, ключевого городского перевозчика. Городоначальник сообщил, что машины должны быть комфортные и на газомоторном топливе, так как оно значительно дешевле. О приобретении техники договорились с государственной транспортно-лизинговой компанией при участии губернатора Югры Руслана Кухарука. Одна из установок Руслана Николаевича сразу, чтобы они все были брендированы в едином виде. Кроме того, первое, это, конечно, организация той же оплаты, пересадочные все эти тарифы, это один момент. Второе, это, конечно, в городе Сургуте, это формирование, теперь уже назрела острая необходимость, формирование выделенных линий для автобусов. Ну, на сложных участках дорог. Вот мы сейчас как раз над этим работаем смотрим, там, вы же понимаете, что мы даже поменяем автобусы, но если автобус стоит в пробке, он вовремя не придет к остановке. Я понимаю, какой смысл тогда на новом автобусе, ну и будешь стоять в этой пробке. Также мэр подчеркнул, что продолжается работа над корректировкой и расширением маршрутов с учетом предложений жителей. Вместе с тем Сургуту требуется возвести еще как минимум 50 километров автомагистралей и бесфетофорные развязки на основных из них. У главы города есть уверенность в том, что в ходе ближайшего формирования регионального бюджета на 2025 и последующие два года в проект будут внесены дополнительные объекты строительства в нашем городе. Карина Александян, Юрий Шиповалов. Специально для программы «Новости. Главное». Продолжение следует...